В Краизбиркоме итоги выборов ВКЗС по 21 округу уже подвели. Победу одержал единоролз Евгений Григоренко, набравший почти 53% голосов. У Оксаны Молодых из «Справедливой России» более 26%, у Игоря Стронцова из «Новых Людей» чуть более 8%. Григоренко победил как в обычном голосовании, так и в дистанционном. По явке немножко ниже, чем явка на ДЭК за президентские выборы, за губернаторские. Но причина в том, что у нас не трехдневное голосование было, а однодневное. Поэтому как бы все спокойно, хорошо, выборы прошли законно, прозрачно и легитимно. Правда, по словам Алексея Чеснокова, несколько инцидентов все же было зафиксировано и связаны они с агитацией. Устраненным нарушением являлось нарушение порядка агитации, когда был выставлен бюллетень с галочкой за определенного кандидата. Соответственно, это все устранилось по первому же звонку. Всего на выборах в Алтайском крае работало 202 общественных наблюдателя. Они проводили в том числе телемосты с нашими соседями – Республика Алтай. Я у них был в гостях буквально позавчера. Мы с ними работали до этого в течение месяца, обменились информацией по дистанционному электронному голосованию. И вчера у нас было два подключения, когда выборы уже завершались. То есть мы свели часы, обговорили опыт, обговорили проблемы, которые возникали. Из того, что действительно было озвучено, ну несколько материалов они направили в правоохранительные органы. Ну а что касается Алтайского края, добавлю, самые масштабные выборы состоялись в Бийске и Барнауле. Явка в краевой столице составила почти 13%, в Тонкограде около 14%. Победу на довыборах в Городскую думу тоже одержал представитель Единой России. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.